26 апреля 1986 года, трагический день в истории Советского Союза и мира в целом. Именно в этот день случилась авария на Чернобыльской атомной электростанции. Огромные территории вокруг станции стали зоной отчуждения. Недавно ученые запустили проект, цель которого – узнать как можно больше о фауне этого заброшенного места. Оказывается, что наличие людей влияет на животный мир гораздо больше, чем радиация, ведь в Чернобыльской зоне обнаружены представители фауны, которых там не наблюдали уже больше века. За последние 30 лет количество животных в зоне отчуждения возросло в разы, а это позволяет утверждать, что радиация не так пагубно влияет на фауну, как человеческое вмешательство. Ученые отслеживали популяции животных по следам на свежевыпавшем снеге. Также в ноябре прошлого года в украинской части зоны были установлены 42 камеры. Исследование позволило выяснить, что в чернобыльских лесах значительно возросло количество диких кабанов, волков, косуль и лисиц. Кроме того, здесь обнаружили редких животных, которые уже много лет не появлялись в этих местах – европейскую рысь и бурого медведя. Профессор университета города Портсмут Джим Смит утверждает, что эта авария сотворила некий заповедник, мы не говорим, что радиация – это хорошо. Но отсутствие человеческого влияния позволило популяции животных увеличиться. В чернобыльской зоне даже удалось заснять зубров и лошадей Пржевальского. Как видишь, иногда человек может быть гораздо большим злом, чем радиоактивное загрязнение. Нам стоит задуматься. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!